Баскетбол На поляне были на разных сторонах баррикады и боролись каждый за свой клуб, но в жизни и в сборной, вот сколько мне приходилось провести вместе, это очень добросовестный, очень хороший товарищ, с большой душой, такой как раз такая душа, очень хороший друг и скромный, тихенький человек, не по телосложению. Он очень добрый, очень спокойный, очень хороший человек, каких людей мало, он большой человек с большим сердцем. Баскетболисты – люди, как правило, высокие, но даже на фоне своих товарищей и соперников Владимир Ткаченко выделялся ростом 2 метра 20 сантиметров. Но Владимир Петрович стал великим центровым не только благодаря своим габаритам. При всем его размере, вы вспомните его бедра, да, он, может быть, не так высоко прыгал, но его стартовая скорость, он был быстрее Белостенного, он на старте был быстрее Сабониса. Его эти два шага в трехсекундную зону, при том, что шаги-то почти 2 метра каждый, он отрывался от своего «дай мяч», и он его туда засунет, дальше держать невозможно. Как мы говорили раньше, главное – довести мяч до Володя. Если он его поймал, если у него в руках, то остается только лежать в защиту и защищаться. Я его увидел пират с 14-летним парнишкой, когда он только начинал свои первые действия в баскетболе, приехал и уже тогда выделялся своим ростом. Для такого высокого роста отличался большой координацией, и ясно было, что при хорошей работе он вырастет хорошего игрока. А ведь Владимир мог стать футболистом. В своем родном городе Сочи он начинал заниматься футболом, играл в воротах, но потом рослого мальчишку пригласили в баскетбольную секцию. Ну, это было в детстве. Мне было лет 10-12. Да, я стоял на воротах за школьную команду. Но потом, конечно, все-таки рост. Меня увидел тренер в Сочи, Елдин Владимир Иванович Илья. Пригласили уже заниматься именно в баскетбольную секцию. А футбол я любил, люблю до сих пор смотреть. В 15 лет Владимир покинул родной город и уехал в Киев, где и сформировался как баскетболист. В 16-летнем юноше он выходил в основном в составе строителя, одного из ведущих клубов страны. А в 17 дебютировал в составе сборной СССР при главном тренере Владимире Кондрашине. Владимир Ткаченко стал знаменитым центровым в Киеве. Но в 1983 году он был призван в армию и влился в состав ЦСКА. В Москву не хотел ехать, честно говоря. И даже когда там меня забирали, то я там где-то неделю меня скрывали. То в одной квартире ночую, то в другой квартире ночую. Ну, хотели какие-то моменты найти, чтобы все-таки от армии меня отмазать, как говорят. Ну, ничего не получилось. Сказали, что подписал министр обороны директиву эту. И сказали, что бери чемодан и на вокзал. Ну, я приехал в Москву. А здесь, как бы, поиграл пару лет. Предложили подписать на лейтенанта. Ну, как бы, немножко привык уже, появилась девушка. Потом я последствия на ней женился, родился сын. И уже, как бы, ну что, так жизнь сложилась, что я не жалею, конечно. Каченко играл в ЦСКА, и переход состоялся. О причинах перехода я не буду говорить, я не был свидетелем. Но заставить Володю сделать что-то против его воли невозможно и сейчас. Он человек волевой и упрямый. По-хорошему, по-спортивному, упрямый и волевой. Так что я думаю, что нашлись аргументы, по которым Петрович переехал в Москву и до сих пор в Москве живет. Сама ЦСКА – это была уже сборная Советского Союза. Там работали лучшие тренера. Там, скажем, был Александр Яковлевич Гомельский и Геннадий Селихов. И там, ну, был, скажем, мекка советского баскетбола. И не пойти туда, я думаю, было бы неправильно. На счету Владимира Ткаченко немало громких побед, как на клубном уровне, так и в составе сборной СССР. Но самое главное – это первое место на чемпионате мира в Колумбии, который прошел весной 1982 года. В финале сборная СССР переиграла американцев 95-94. И одним из героев и решающей встречи, и всего чемпионата был советский центральный. Это мини-викенд. Балон для Пиноне. 8 секунд. Атенцией, если осуществить, то национально-американах ганают. Балон для Стамболь. Гленд Ривер. Тащенко ганал на Унион Советика. А ганал на Унион Советика, когда Гленд Ривер получил возможность ганать титул на первое место на латерал-вторе от атака на Унион Америка. Когда Ривер сбросал из угла, да, мяч летел просто сердцем. Ну, хорошо, что в дужку. Он просто напугал Риверса. И Риверс промахнулся этот мяч. Бросок этот не забил. Если вы помните последний кадр на том чемпионате, мяч отскакивает высоко, Володя его хватает в две руки, мы не слышим, звучит свисток финальный, и он его со всей дури бьет о пол, мяч отскакивает туда под потолок. Да, конечно, эта победа запомнилась. И вот этот мяч, который он ударил в конце в пол, он дойдет в историю. Я наблюдал за этим много раз и повторы видел. Вот эту финишную точку он поставил ударом именно в пол, что все, мы выиграем. Ну, моя роль в этой команде была гораздо более скромной, чем Петровича, потому что он был основным центровым сборной команды 1982 года. И Сабонец был в то время совсем молодой, ему 17-18 лет было. И Ткаченко, конечно, был основной центровой и большую часть времени проводил на площадке. Поэтому то, что мы стали чемпионами мира, это в основном и его заслуга тоже. Боялись его однозначно совершенно, потому что таких феноменальных физических данных мало у кого в мире было и есть тоже. И вы знаете, когда тебя давят физически мощные эти темнокожие спортсмены, и вдруг, или ты отдашь мяч Петровичу, и он в кровью, как говорят, заколотит, и на нем висят, и этот мяч запихивает сверху. Или наоборот, они прыгают около него, как муравьи, и он около потолка, там выше корзины на метр, этот мяч снимает. И ты чувствуешь, что за тобой такая стена, надежная стена, и есть тылы. Каждый спортсмен мечтает о золотой олимпийской медали. Владимир Ткаченко – не исключение. Наш центровой МОК сыграет на четырех олимпиадах, и все их выиграли. Но завоевал две бронзы – в Монреале и в Москве. Третье место на Московской олимпиаде было воспринято как поражение. Но мало кто знал, что Владимир выступал на играх, едва залечив тяжелую травму руки. Игры в Лос-Анджелесе сборная СССР пропустила из-за политического решения. А ведь та команда была едва ли не сильнейшей в истории нашего баскетбола. Наконец, в Сеуле сборная СССР, возглавляемая Александром Комельским, одержала яркую победу. Но Ткаченко среди победителей не было. Травму помешало Владимиру осуществить мечту. Если бы тогда был нормальный, здравомыслящий врач у папы в команде, Ткач бы доиграл и до 36, и до 37, и не хватался бы за спину. А то, что его загнали, что заставили человека играть на уколах, а он безотказный, вот и раньше времени закончил карьеру. И мне жалко жутко. Ребята, которые 12 человек, получили золотые медали в Сеуле, все заслужили. Но Вовк-то, наверное, заслужил гораздо больше, чем многие. Нам его очень не хватало, Володя, так как... Ну, это был самый грозный центровой мир в те времена. Травмы преследовали Владимира на всем протяжении карьеры. Проблемы со здоровьем не позволили центровому сыграть на Олимпиаде в Сеуле. Они же вынудили Владимира Петровича уйти с площадки и явно не доиграв. Я вот приготовился к Олимпиаде в Сеульске, и... что-то случилось со спиной на турнире в Австралии. Приехали сюда, здесь посмотрели, все, поехали в Испанию, и там меня очень сильно... очень сильно... я не мог там, я кричал. Меня положили в госпиталь в Мадриде. Сказали, грыжа диска, будем оперировать. И хочешь оперировать, я буду тебя. Ну, тогда ты поиграешь зарял. Москва сказала, нет, нельзя. Привезли меня в Москву, в Бурденко. Решили не оперировать. Ну, и вот сначала я ездил на Украину в Касьяну, ничего не помогло, а потом я вышел, как бы, нашел Дикуля, Валентина Ивановича. Пускай даже до сих пор у меня нога немножко права не чувствует, до сих пор. Но я после этого еще поиграл года 4-3. И как бы вот обошелся чуть-чуть без операции и до сих пор как бы живу. Сам Ткаченко был очень деликатен на площадке, словно опасался причинить травму соперникам. А вот соперники не всегда были вежливы с ними. Например, грек Панайотис Янакис после игрового столкновения с советским центровым симулировал травму. Ну, мы, кстати, с ним потом увиделись на турнирах. Хороший мужик тренировал в сборную. Ну, обнялись все. Никаких всех обид баскетбольных и не может быть. Это же игра. Много раз мы от него требовали партнеры Володя, ну, тебе же там толкают, пихают, там, щипают. Ну, развернись разочек, в режь как следует. Он никогда себе не позволял ни запрещенных приемов. Более того, я скажу, если случайно он кого-то завалил или столкнул, он настолько переживал и старался поднять и утешить противника. Советский баскетбол 80-х это противостояние ЦСКА и Каунус КВ Жаргельсу. Украшением тех игр была дуэль великих центровых Владимира Ткаченко и Арведа Сосабониса. Подряд лет 5-6 было. Сначала мы брали вверх там раза три, потом потихоньку Жаргельс уже склонял последние годы. Ну, насколько я знаю, баскетболистов летутся. Хорошие ребята. Если напрячь память, то звездные минуты отечественного клубного баскетбола это все-таки шесть суперфиналов подряд ЦСКА Жаргельс. Если вы помните, три подряд выиграл ЦСКА, а потом три подряд выиграли Каунус. Так вот, эти суперфиналы отмечены еще одним действом, которое привлекало внимание болельщиков, любителей баскетбола не только нашей, большой тогда страны СССР, а всей Европы баскетболистов. Сабонис против Каченко. Даже неважный результат, кто сколько раз выиграл. Да, конечно, хорошо, что мы поделили три раза там, три раза там, да, но сама эта игра, сама, скажем, сам уровень этой игры двух команд и этот ажиотаж и интерес всех людей Советского Союза, не какой-то маленькой республики, это давали свою красоту тогдашнему баскетболу. Конечно, мы очень хотели победить ЦСКА, и эти игры были очень жесткие. Тем не менее, если на площадке игра шла красиво, допустим, Таракана, куда Володя Ткаченко хорошо забивает красиво, над сверху или что-то делает, весь спорткал встает и все литовцы аплодируют просто не за свою тупо, за свою команду, аплодируют баскетболу. Вот тогда был, может быть, интеллект чуть-чуть другой баскетбола, да? Мне приходилось на многих играх играть потом и в хороших клубах и стал я чемпионом Испании и стал Олимпийским чемпионом, но ничто не может не заменить вот этих финалов, что мы тогда играли ЦСКА за здесь. Наверное, самое главное это была дуэль Сабониса и Ткаченко, когда более молодой, более элегантный Сабонис противостоял более мощному, наверное, более опытному Ткаченко. И запомнилось, конечно, несмотря на противостояние, их очень теплые и дружеские отношения, что довольно редко случалось в то время между игроками одного амплуа, потому что где-то искусственно поддерживали конфликты, особенно те, кто претендовали на одно и то же место в сборной, но такие теплые и дружественные отношения между центровыми, они были такой визитной карточкой сборной тех времен. Матча ЦСКА и Жальгереса были событием в жизни страны. Миллионы телезрителей собираются у экранов следить за борьбой двух богатырей Владимира Ткаченко и Арвида Сасабониса. Противостояние на площадке не мешало дружбе двух центровых, которая продолжается до сих пор. По своему характеру Володя молчун, так же, как молчун Арвидус. А вот то, что они дружили, то, что они до сих пор и я свидетель, когда встречаются, я вам историю расскажу. Значит, в 2008 году в Вильнюсе мы все отмечали 20-летие победы в Сеуле. Площадь Святого Гедеминоса в Вильнюсе мы все приехали на эту площадь и Сабонис нас всех убил. Он приехал на мотоцикле. Представляете, какого размера мотоцикл у Сабониса. И он бросился к Вовке. И они обнимаются посреди этой площади на фоне памятника. Почти такие же огромные, как этот памятник. Как дела? Давно тебя не видел. И мы тоже в зрителей превращаемся. Это дружба. Не секрет, что почти все баскетболисты мечтают испытать себя в сильнейшей баскетбольной лиге североамериканской НБА. Мы знали, что есть где-то НБА. Но как бы видели только его за границей по телевизору. В Союзе-то не было, ничего никто не показывал. Мы слышали только, слышали. Это вот только мы тоже начали смотреть в 90-х годах. Арвидас Сабонис провел несколько сезонов в Портленде. Но Ткаченко не удалось поиграть за океаном. Сначала это было невозможно по политическим причинам, а потом не позволило здоровья. Когда первый раз та сборная юниорская под руководством Владимира Николаевича Обухова приехала в Штаты, 21 скаут НБА сошли с ума и делали все, чтобы Ткаченко туда переехал. А Ткаченко бы в лучшей лиге мира играл бы и Шакила бы называли бы вторым Ткаченко. Владимир Ткаченко совершил выступление в начале 90-х. К сожалению, попытки стать тренером оказались неудачными. Но Владимир Петрович нашел свое место в жизни. Он возглавляет транспортную службу на муниципальном предприятии Барвиха. Да нет, особо так не было такого что-то трагического. Но закончил, я знал, что надо заканчивать и все. Первое время надо было что-то делать, где-то работать. Я ходил в комитет, просил, где-то может меня взять вторым тренером куда-то, к Сергею Александровичу, в Белову ходил несколько раз. Но как-то тоже не получилось. Все там завтра, завтра. Ну и потом я прошло там года три. Я на этом деле закончил все. Решил, что, ну, понял, что, как бы, это не мое. И все-таки Владимир Ткаченко не расстался с любимым спортом окончательно. Нет, одно время я тренировал даже при ЦСКА команду, эстрадную команду. Там Женя Беловусов ходил, даже покойный, Чайка. Ну, ходили ребята, человек 6-7 ходило, месяца 2-3. А потом все развалилось. Кроме того желания, кроме того опыта, который можно, и у Петровича он, конечно, есть, вот, еще нужно огромное терпение для того, чтобы работать тренером. В нашей стране это особенно нелегкая работа, да. Вот эту ситуацию, когда что-то нужно для команды, особенно вот в те 90-е годы, да, когда нужны были деньги, форма, мячи, арена, на которой тренироваться, и представить себе Петровича, чтобы он ходил и просил, я не могу. Младший сын Владимира Петровича, Игорь, пошел по отцовским стопам, также стал профессиональным баскетболистом. Игорь выступал за московское «Динамо» и «Казанский Уникс». Но был вынужден завершить карьеру в 26 лет. Я хотел, чтобы он стал баскетболистом, не буду скрывать. Я же его повел первый раз в 6 лет в Тринту. Около дома оказалась спортивная школа баскетбольная Тринта. Отец баскетболист. Все сложилось как надо. И он сам постепенно полюбил это дело. И потом уже сам рвался на тренировку и все. Ну вот у него с коленом неудачно просто все поломало. Не хотелось как-то подвести и отца, и внимание повышенное, но тоже ответственность. Но я об этом не думал. Я просто любил делать то, что нравилось. Он сколько выигрывал конкурсов по броскам сверху. У него прыгучесть сумасшедшая была. Ну вот неудачно. Может быть и заиграл бы, если бы не мешало ничего. И поступило предложение. Не попробовать ли его просто сейчас там набирают молодой штат ребят. А почему нет? Пускай он поварится в этой кухне, пускай он узнает баскетбол изнутри. И может найдет в чем себя проявить. Я только за. Я только за двумя руками, что он в РФБ. Баскетбол остается популярным видом спорта в нашей стране. Но всегда хочется чего-то большего. Чтобы наша сборная всегда занимала высокие места и была достойной приемницей команд Гомерцкого, Каченко, Мышкина, Еремина, нужно, чтобы ребятишки шли в баскетбольные секции. Раньше было меньше компьютеров, меньше этих игр всяких. И больше ребят занимались и баскетболом, и футболом. Больше секций было, больше массовости было. Вот выиграли сейчас бронзовые медали, уже внимание большое, большое внимание и уже многие, я думаю, что пошли уже в секции баскетбольные ребят. Надо больше выигрывать, больше продвигать свой вид спорта. Но не баскетболом единым живы наши спортсмены. Владимир Петрович очень любит музыку. В сборной СССР было два главных меломана. Анатолий Мышкин был один откача. Если мы говорим о пристрастии к музыке, то если я, например, поклонник, как и все многие тогда ребята, которые увлекались музыкой, битломан, битлз, то у него еще более утонченный. Это любитель Поля Маккартни, это его альбомы, он на них не молился, будет говорить, за них мог отдать все, что угодно, лишь бы получить новый альбом, послушать эту музыку. И это еще один из показателей его, так сказать, характера, его ума, его вкуса. И человек, который разбирается в такой музыке, я думаю, надо еще поискать. играть я не умею. В детстве играл на гармошке. Я очень любил рок, тяжелый рок, не только рок. Основной, конечно, это Пол Макарский у меня был, и, конечно, вот эти вот группы, как Дип Пепл, там, Юрайхип, вот эти вот все, которые в те годы. Ну, было такое, что я просто трякся. Спортсмены, там, кто мог выезжать за границу, возили пластинки, диски, у меня их было дома много, на Березняках, в Киеве. В принципе, квартира была обычная, ничего там не было ценного, но дисков стояла там хорошая стопка, они дорого стоили. И, видимо, ребята вычислили там, кто-то следил. И я в тот день меня что-то прибавил, я не пошел на тренировку строитель, киевский. И слышу, замочек там что-то, щек, щек, щек. Напрягся, опять что-то раз, все больше, что-то. Ну, я спрятался за дверь там чуть-чуть. Открывается дверь, заходит такой, выходит. Прошел квартиру, пошел в комнату, где диски. Ну, я вышел из своего укрытия зашкированного сапки. Ну, он, как бы, немножко онемел, потом, говорит, только не убивай, говорит. Известный советский центровой Александр Сезоненко после завершения выступлений снялся в кино, сыграл великанов детской сказки. Знаменитый Шакел О'Нил снялся в десятки картин, наиболее известный из которых Казаам, американская версия старика Хатабыча. А Деннис Родман вообще стал профессиональным актером. Приглашали в кино и Ткаченко, но Владимир Петрович отказался. Однако центровой все-таки попал на экран. В 1981 году Киевская киностудия мультипликационных фильмов сняла семейный марафон, где главный персонаж, бегун-марафонец, очень похож на баскетболиста-строителя. Играть клоуна я не хочу. Зачем мне это надо? Вот мультфильм мне понравился. Я хотел его сейчас найти, не могу найти никак. А мультфильм мне понравился, хороший мультфильм. Наверное, уже когда я был маленький, я понимал, что к этому человеку приковано очень большое внимание. И все люди подходили к нему, кто узнавал, здоровались. Постоянно кто-то просил автографа. Сейчас я как бы доволен, потому что Москва спокойный город в этом плане, не южный. И я спокойно живу, спокойно. Некоторые люди, особенно мое поколение, подходят, подбадривают, узнают, приятно. И молодежь некоторая интересуется. Пойдешь в зал, автографы берут. Ну, люди еще некоторые помнят. Петрович, ты знаешь, я всегда с тобой, если что, расскажу тебе такой анекдот, что ты будешь рыдать, а это по большому счету очень важно. Улыбайся, терпи, болячки это фигня все, потому что, как говорят, ну, почаще смотришь сначала на себя в зеркало, утром говоришь, классно выгляжу, молодец, ну, а потом так через день один раз в паспорт. Береги себя, и все будет в порядке, счастья тебе, семье твоей большущей, классной, и супруга, которая тебя бережет все время. Это твое счастье, твой дом, твоя крепость. Увидимся на рыбалке. Владимир Ткаченко родился 20 сентября 1959 года в Сочи, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, лучший баскетболист Европы 1979 года, играл за строитель Киев, ЦСКА Москва, Гвадалахара, Испания, а один из лучших центровых в истории мирового баскетбола. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова